Сегодняшний заезд будет очень интересным. Мы собрали все поколения BMW M5, E28, E34, E39, E60, F10 и F90. И вот мы на полосе для драк заездов устроим заезд на четверть мили с места, ведь я Мэтт Уотсон и это Карвау. Устроим мы все следующим образом. Состязаться будут две модели одновременно, победитель остается. Начнем, разумеется, с моделей постарше. Вот там стоит E28, я за рулем E34. Давайте расскажу об этих машинах. Вот тот E28, модель 1986 года, стоила 31 тысячу фунтов. Оснащена трех с половиной литровой атмосферной рядной шестеркой, мощностью 286 лошадиных сил и 340 ньютон-метров крутящего момента. Задний привод и пятиступенчатая механическая коробка. Снаряженная масса 1430 килограммов. E34, модель 1992 года, оснащена... Атмосферная рядная шестерка 3,8 литра, 340 лошадиных сил и 400 ньютон-метров момента. Задний привод и пятиступенчатая механика. Снаряженная масса 1650 килограммов. Нифига себе, как прибавили-то в весе. Больше, чем на 200 кило. Ну и в цене, кстати, тоже. В 92-м новая такая модель стоила 52 тысячи фунтов. На 21 тысячу фунтов дороже той модели. Одуреть! Кстати, спасибо владельцу, что дал мне на нем прокатиться. Если хотите сравнить характеристики этих авто, приготовьтесь поставить на паузу. Давайте поболтаем с владельцем Е28. Привет, Тони, как дела? Да ничего, спасибо, Мэтт, как сам? Ага, хорошо. Участвовал когда-нибудь в драк-заездах на этом авто? Не, никогда. Это как в фильме Бриолин, да? А, ну то есть победитель забирает себе машину проигравшего? Я согласен. Погоди, а чё ж ты не сказал, ты об документы захватил? Да ничего, всё зафиксировали на видео, потом пришлёшь по почте. Я тебе доверяю, но я могу и продуть, моя машина намного тяжелее твоей мощности, не то чтобы сильно больше. Ну, как говорится, поживём, увидим, да? Устроим саундчек. Давай, Тони, подай свой мотор. Проверим, звучит ли мой лучше. Сюрприз-сюрприз, оба звучат примерно одинаково, да? Ну да, у тебя авто типа как старший брат моего. А нет, это у тебя старший. У меня младший акселерат. Ладно, начнём уже, наш заезд. Три, два, один. Ну давай, в плане старта просто красавица! Давай, детка! Давай! Авто стартует очень хорошо и просто летит! Неплохо для машины в таком возрасте, а как у тебя? Ну, всё честно, я, как говорится, остался позади в клубах дыма. Молодец! А я могу уточнить, точно дыма на самом деле не было? Не-не, ничего не заметил, это просто такое выражение. Отставить панику! Теперь погоняемся с ходу где-то с 50 километров в час и второй передачи. Гонка до полумили. Приготовились? Три, два, один, пошёл! Да! Ощутимо быстрее! Сделал его, а вот и полмили. Эх, Тони, ты проиграл. Ну так у тебя же младший собрат с движком побольше, всё так и должно быть. Я-то удивлён, думал, разница в массе сыграет свою роль, но двигатель у меня намного лучше. Хотя, твоя машина, на мой взгляд, красивее. Мне так-то обе нравятся, цвет приметный такой, да, Дайтона. Да, очень приятный, да и салон тоже роскошный. Хотя, конечно, удивительно, что эта машина стоила на 20 с гаком тысяч фунтов дороже твоей. Считай, плюс 75% к изначальной цене. За такие деньги можно и дом купить, правда? Да. Ну, наверное. Итак, одна победа у Е-34, и теперь следующий этап. На арену выходит Е-39, у которого 5-литровый атмосферный V8, который выдаёт колоссальные 400 лошадиных сил и 500 ньютон-метров момента. То есть отдача у него намного больше. Задний привод, шестиступенчатая механика, передаточное отношение должно быть поменьше. И новая модель ненамного тяжелее старой. Снаряжённая масса 1695 килограммов. Но лучше всего то, что она стоила столько же. В своё время она тоже стоила 52 тысячи фунтов. Если хотите сравнить характеристики этих авто, приготовьтесь нажать на паузу. А теперь быстренько сравним звучание их моторов. Теперь послушаем Е-39. Поговорим с водителем, он сам и привёз нам это авто. Привет, Эдж, как дела? Хорошо, спасибо. Готов драк к заезду, Карвау? Надеюсь. Но мощность у тебя намного больше, должен победить. Не победишь? Позор тебе. Тогда будет отмазка, что опыта маловато. Кстати, об опыте. Понимаете, поскольку посадка для меня непривычная, я бы мог добиться лучшего результата, если бы чаще ездил на леворульных авто и наловчился переключать правый. Но поскольку я британец, то постоянно переключаю левый. Придётся мне позвать нашего немецкого ведущего Дэниэля, может он справится лучше, чем я в прошлый заезд. Дэниэль? А? Как странно. Пунктуально эти немцы. Слушай, Дэниэль, я тут подумал, раз уж ты больше привычен сидеть с левой стороны и переключать передачи рукой, сможешь ли проехать четверть мили на этой машине быстрее меня? Могу попробовать. Надеюсь, сможешь, а то опростоволосишься. Позорится, в общем, и Тэтч, и ты тоже. Ну давай проверим, поменяемся местами, ладно? Готов? Приготовились? Три, два, раз, меняемся. Что ж, теперь, Дэниэль, ты сидишь за рулём? Проедешь ли ты быстрее? Ну сейчас и проверим. Если хотите посмотреть, как Дэниэль говорит на родном языке и обозревает немецкий авто, нажмите на подсказку сверху или пройдите по ссылке в описании, чтобы подписаться на наш немецкий ютуб-канал Карвау. Кстати, об этом ты сегодня будешь разговаривать на немецком? Ну, если на немецком, может, ещё немного ускорюсь. Поглядим, ладно. Я дам команду на старт. Три, два, один. Три, два, один. Помогите! Так, Дэниэль, я даже с самого начала видел, что ты проиграл. Да, проиграл. Но, проехал это быстрее меня, мне показалось, что... Нет, но у меня заготовлена отмазка. Ага, я не потренировался, я впервые, буквально впервые со рулём этого авто. Может, в этом причина не столь хороших результатов. Ну что, Тэдж, как тебе заезд? Стартовал хорошо, но при переключении на третью залажал. Можно бы и получше. А знаешь что? Тогда съездим ещё разок. Тебе, друг мой, возможно, удастся улучшить результат. Давай, проверим. Три, два, один. Яп, дас вармит гефюль, або дам комтам ничсо риктих инди пёте. Унд, дээй, ной нун драйс, их циит, дэфон. Ну что, Дэниэль, с виду пободрее. По ощущениям и по факту тоже. По факту тоже, но не лучше Тэджа, так? Нет. Ладно. То есть Тэдж победил, но это ожидаемо, потому что у него больше мощности. Тэдж, как тебе заезд? По сути, идеально. Никаких пробуксовок на старте и переключал хорошо. Всё нормально. Теперь погоняемся сходу с 50 километров в час. Начнём со второй. Окей, дра, два, один, лос. Дэй, ной нун драйс, их циит, дэфон. О, это был очень красивый гангвэкзл. Я не знаю, что я очень рада на меня. И это чуть больше, чем в последнем. Ну, Дэниэль, как тебе? То вообще очень хорошо. Я, конечно, проиграл. Но по ощущениям хорошо, зацеп неплохой. И держались ближе, чем я ожидал. Правда? Да, ну поначалу, потом-то нет. Я видел, ну что, победитель остаётся, Тэдж остаётся. А ты? Друг мой, нас покидаешь. Всё становится серьёзнее. Теперь я за рулём М5Е60. Точила серьёзная, с пятилитровым, атмосферным В10. Мощность 507 лошадиных сил и 520 ньютон-метров момента. Задний привод и семиступенчатая роботизированная коробка передач. Ну, то есть робот с одним сцеплением. Не лучшая коробка. Ну да ладно. На момент выхода в 2010-м эта машина стоила 65 тысяч фунтов. Кстати, эта машина почти новая, пробега меньше 15 тысяч километров. Снаряжённая масса – 1755 килограммов. Чтобы сравнить характеристики обеих моделей, приготовьтесь поставить на паузу. Давайте сравним звучание двигателей авто. Теперь послушаем Е39. Ну, начнём заезд. Но перед этим, если вы на нас ещё не подписались, обязательно сделайте это и включите уведомления. Скоро у нас выйдут другие подобные заезды, мы их уже записали, и пропускать такое нельзя. Три, два, один. Его повело. Зацеп, отлично. Мы просто растоптали Е39. Офигенный старт. Ну, Тедж, как дела? Да ничего, машина показалась довольно медленной. Наверное, перегрелась, пока стояла на старте. Звучит как хорошая отмазка. А может ли дело быть в том, что эта машина настолько мощнее твоей, что в сравнении она кажется медленной? Или она просто была медленной? Думаю, может, и то и другое. Ну, неважно, как она ехала сейчас, её лучший результат мы уже получили. Ну что, Тедж, теперь гонка сходу с 50 до полумели. Готов? Начинай отсчёт. Три, два, один, пошёл. Давай. Прямо отбросила назад при переключении. Тедж, как твое авто? На сей раз нормально. Видимо, как ты и сказал, больше мощности. Видно было, как на верхах твоя машина уходит вперёд. То есть теперь мы можем заключить, что во время драг заезда с твоей машиной всё было в порядке. Просто дело было в том, что эта машина значительно быстрее. Может быть. Так и знал. Теперь выход, на наш взгляд, самой страшной модели М5. А именно той F10. Конкретно этой версии выпущена их 30-летней годовщине BMW M5. Это самая мощная заднеприводная модель BMW M5. В8,4,4 литра с двойным турбонаддувом, 600 лошадиных сил и 700 ньютон-метров момента. Задний привод и 7-ступенчатая коробка с двумя сцеплениями и лонч-контролем. Вот только в отличие от более новых моделей он работает только с выключенной системой регулировки тягового усилия. Без которой ведёт. Но так-то машина длинная и довольно тяжёлая, так что может и удастся с ней справиться на старте. Снаряжённая масса авто 1870 килограммов. На момент выхода в 2014 году эта модель стоила 90 тысяч фунтов. А что ж, поставьте на паузу, чтобы сравнить характеристики обоих авто. Ну а поедет на этом самом нарубистом M5... Дэниэль. Дэниэль, ну что, нервничаешь? Да, немножко, ведь тут всё выключено. Тебе не кажется, что с лонч-контролем на современных машинах управляться несколько проще? Да, намного. У тебя там всё заморочено, нужно управляться с селектором, а не с тормозом. Ну да ладно. Я-то в прошлый раз стартовал нормально. Но, поскольку у тебя намного больше момента, то и вероятность пробуксовки больше. Старт потребует больше навыка, никакого давления. Ты уж стартуй как следует, а то есть шанс, что победа будет за мной. И есть кое-что, в чём я точно уверен, моя модель круче твоей. Устроим саундчек. Давай, подай как следует. Вообще, не столь большая разница, как я ожидал. Ух ты ж. Мне кажется, моё, то сучит агрессивнее, такой более клубокий рык. Да. Ну, у меня поршней побольше, может они и звучат выше. Сколько у тебя выдаёт? У меня восемь с половиной. О, у меня не даёт больше четырёх тысяч. Хотя, поправочка, у меня не даёт больше семи тысяч. Ладно, хватит страдать фигнёй. Погнали. Ой, чёчки надо надеть, надеть надо. Три. Два. Один. Буксуем. Введёт во все стороны. Сделал его. Конкретно сделал. Старт был не настолько хорош, как в гонке с Е39, но всё равно довольно эпичный. Эй, Даниэль, ты продул. Да, ну я думал, вдруг сработает, если просто тать по козам. Ну и дал, машина забуксовала и никуда толком не поехала. То есть думаешь, можно и лучше? Да, конечно, удивительно, что ты не заметил, как я немножечко начал двигаться вперёд, то есть шульничал и всё равно протул. Но лонж-контроль сработал как надо, да? О, да, определённо. Так что, ещё одну попытку? Да, мне кажется, нужно сжать на педаль не так активно, и всё будет хорошо. Три. Два. Один. Ну и отстой. О, это оттенка! Блин. 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 Можно и лучше, но изглупил же я. Вроде до этого был идеальный старт на передаче, но сейчас очень медленно. Ну, ты меня сделал, Дэниэль. Один-один. Три. Два. Один. Чё-то он там вообще залажал. Но я всё равно съезжу, замерим результат. Там что-то нехорошее. Фетиш этот шарик? Это чё за фигня? Машина просто отказалась ехать. Чего? Вот. Такая... Я сразу же её заглушил, чтобы не стало хуже. Оу. Оу. Ё-мо-йё. А ну-ка... Нет, не очень, короче. Большой металлический шарик. Который, возможно, вывалился из... Машины? Изнутри. Изнутри машины. Ещё один лежит под ней. Может, это из кардана? Может, быть, не знаю, сколько их вывалилось. Ох ты ж. Ну, до двух побед... Я победил. Видимо, на то мы порешим. Что ж, пришлось толкать машину, чтобы освободить полосу. А ещё мы заметили, что... Смотри-ка. Ещё шарик. Шильдик отвалился. Ещё шарик? Знаешь, давай лучше... Поищем шильдик. Пускай они там толкают. А мы поищем шильдик. Шильдик, где шильдик? Дотолкали бедный F10 на старт. Похоже, что приказал долго жить Шрус. Слава богу, его заменить не так и дорого. Как бы то ни было, F10 и состязание выбывает. Остаётся победитель, а именно E60. И состязаться ему предстоит с F90. Давайте расскажу о нём. Во 8,4,4 литра с двойным турбонаддувом, 625 лошадиных сил, 750 ньютон-метров момента. Полный привод и восьмиступенчатая коробка-автомат с гидротрансформатором. И при этом с лаунч-контролем. Снаряжённая масса авто 1865 килограммов. Стоит машина 111 тысяч фунтов. Приготовьтесь поставить на паузу, чтобы сравнить характеристики обеих машин. Дэниэль, устроим саундчек, и я подам оборотов первым. Теперь ты постарайся ничего не сломать. Но слушай, Дэниэль, звучит даже близко не так хорошо, как F10. Знаешь, может дело в том, что шумопотопления тут очень хороший, я не слышу двигатель. Именно. Тот F10, юбилейная модель, продвинутый выхлоп, звучал отменно, а этот... Я кое-что придумал, Дэниэль. Что? Поскольку у тебя полный привод подключаемый, почему бы первый раз не съездить в режиме заднего привода? Единственный минус, у тебя не будет работать лаунч-контроль. И чтобы всё было честно, я тоже не буду его использовать. Ладно? Случит чудесно. Три. Два. Один. Просто уделал меня. Ужасный старт. Ты меня на старте просто уничтожил. Просто невероятно. И на мой взгляд, было гораздо проще, чем в предыдущем отеле. Ну да, у тебя машина сразу словила зацеп. А тут, пока среагировала на мои нажатия педали... Эх. Ладно, Дэниэль, теперь ты едешь на полном приводе. С лаунч-контролем. И я тоже. Три. Два. Один. Вау. Получше. Но недостаточно хорошо. Эта машина стартует просто потрясающе, но немного подбуксовывает. А вот твоя летит просто пулей. Правда, в заднеприводном режиме отрыв, как мне показалось, не столь разительный. Субъективно, на мой взгляд, было намного быстрее. Но и соцеп в заднеприводном режиме оказался намного лучше, чем я считал. Ну что, подведем итоги. Итак, каковы же результаты? Победил F-90. Он проехал четверть мили с места за 11,2 секунды, будучи в полноприводном режиме. Что интересно, в заднеприводном режиме у него на четверть мили ушло 11,8 секунды. F-10 проехал четверть мили за 12,6 секунды. E-60 проехал за 12,7 секунды. E-39 за 14,5, E-34 за 14,6, но и медленнее всех оказался E-28. Он проехал четверть мили с места за 16 секунд. Что ж, погоняемся с ходу с 50 км в час до полумили со второй передачи. Равнение, Даниль, ну что, 50? Готов? Три, два, один, пошел. Реакция атмосферника зарешала. Не, у меня не успех. Я был впереди тебя, ну, может, пару мгновений. А затем твой момент от турбонагнетателя меня уничтожил. Причем все очень просто и плавно. По сути, ничего не надо делать. Автомобильные технологии настолько протвинулись вперед, что я скорее их сдерживаю. Но слушайте, Дэниэль прав, прогресс неумолим. Вот только скоро он выведет нас исключительно к электромобилям. Ну да ладно. Большое спасибо Нику Синхусакоте за предоставленный E-34. Если вам понравилось это видео, поставьте нам лайк. Проголосуйте в закрепленном комментарии, какой М5 ваш любимый. Нажмите на окошко слева, чтобы посмотреть еще что-нибудь, либо на значок по центру, чтобы перейти и подписаться на наш канал. Спасибо за просмотр.